изя красавец не останавливайся ешкин ты кот это куплет завела оператор что сережка друзья всем привет с вами если бы вам привет мои хорошие эх ты друзья ки короче сегодня мы вам приготовим что карася обалдели мясорубку да да рецепт будет и вышел будете плакать и смеяться как это ну марата нет я значит готовлю только карася сметане в укропе петрушки рында не уже карась фаршированный корсен это хотел сказать то ладно успокойся какой кара сегодня будет такой же обалдеете таки музыка я тебе еще раз когда ты напишешь здесь уже эти цифры хотя бы уже с ошибками напиши я понял так как у нас обычно бывает пиши кадр 1 а дубль 12 там 13 до ребята кадр 1 2 1 мы начинаем у нас сегодня в гостях человек легенда елки-палки мастер спорта пока полюля кебаб имеющий что черный пояс короче что вы понимали человек выиграл 4 чемпионата и во всех занял первое место зовут андрюха ты шоссах тырки боженька послал то я шучу не делал не выигрывал но если был бы такой чемпионата по-любому бы он занял первое место андрюха салют родники здоровенький был и короче есть такой секрет вот даже если ты не умеешь и не любишь готовить удивишь друзей вот повтори за нами и у тебя получится такой нуля что будут короче люди от аппетита твоего беременеть ай будет именно стоять сочный мощный красотища такая люля из баранины правильно ты расскажешь короче иди сюда оператор тихонько по секрету смотри шоу нас есть это соус катюша ты вижу на ложку в руках что такая скоростная давай немножко медленно сделаем красиво люди чтобы еще запомнили о чем я говорю а ты согласна о короче с андрюха договариваемся я говорю расскажи покажи он именно дал мне попробовать я это лучший люля что я пробовал и думал что до этого у нас лучший теперь у нас два лучших люля потому что андрюха работает таки с нами андрюха давай короче ну и как это не держи это так тырский секрет в себе за люля расскажем людям и соус тоже он взял короче серёва извини вот люля покажу а соус не покажу это такой соус катюша ты кайфанёшь и обалдеешь это дорогой но на самом деле просто какой-то бесподобище елки-палки его без люля можно лохматить вот так вот я не знаю вот этими ложечками и к чаю и к ужину и перед сном и детям даже можно попу мазать чтоб не прела да короче мы с тобой договоримся я тебя такие уговорю чтобы этот рецепт людям аккуратненько рассказал но это будет уже на другом видео если я конечно договорюсь но я договорюсь все будет нормально что берем бомбим вкуснятину я вообще до этого не знал что туда можно прямо и перец в мясорубку все через мясорубку то что ребята и лук и перец оставайтесь на канале запоминайте рецепт вам приятного аппетита замечательного просмотра и шикарного настроения а я в свою очередь что-то хочет сказать и покажи ингредиенты хорошо катюнь пока не началось хочу сказать пока я не показал ингредиенты шею показывать баранина курица немножечко любви и что-то там еще владимир николаевич огромная благодарочка короче такой ножичек подгнал андрюха пипец один в одессе у меня в коллекции уже не знаю какой шикарный вид благодарю очень приятный какими ножами надо брать мою удочку ехать вилкова на диких кабанов развелось их там шо этих шамама дорогая хорошо короче не ребята я хочу сказать у нас сегодня блюдо дня в субботу уже люди собрались смеются и ждут что мы сейчас начнем поджигать и будем готовить сколько у нас там 6 8 килограмм фаршу ты уже приготовил уже готового лежит в холодильничке отстаивается катенька ты уже разочек ты уже не в этот мешочек разочек и успокойся никто что ты на него там подсаживаешься иди сюда к нам поближе к людям елки-палки короче а тут мы оставили два килограмма чтобы вам показать какой вот такой простой себе нехитрый но очень вкусный рецепт у нас здесь два килограмма баранины и 400 грамм курочки шикарный вид да а еще у нас здесь полкило баранина курдюка там если курдючок есть что-нибудь короче есть даже по шину тоже с ребрышек она все пойдет она все жирненько все вкусненькое я все сказал а дальше смотрите короче за андрюхиными руками и будет вам счастье эх ты понеслась что ребята песня потом благодарю всех тех неравнодушных людей которые откликнулись на этот призыв помочь херсону вчера опять уехала машина полная что там по приносили все надо уже саша добрался на херсон туда говорит липованчик благодарочка спасибо огромное и за денежки спасибо и за то что приносите спасибо вы у нас самые лучшие спасибо за ваше огромное горячее теплое сердце так что погнали быстренько сейчас в размер мясорубочки врежем курочку курочка обязательно елки этой палки надо чисто одесский рецепт андрюха хоть сактырки приехал но уже одессит что ты говоришь как цемент а что с ним тоже курицу добавляют а я не знал такого рецепта катюня ну да ты же меня строитель это я там не волоку стройки шоу она там делает шона там какую плитку нюхает я не понял какая курица в цементе у вас в дырке так не готовят нет я не имела ввиду что курочка она такая как сцепляющий эффект имеет а теперь я понял ход твои мысли ёшкин ты кот эх ты так что да не что где у меня здесь была бумажка андрюха шо шо блин это тебя поставили сюда снимать и не подсматривать но это был секретный ингредиент я уже елки ну теперь мне уже придется рассказать думал удивить людей ребята извините без изюминки сегодня сыр сулугуни тоже идет фарш прямо через мясорубку андрюха сари у меня к тебе вопрос от лица всех наших телезрителей телефона зрителей там планшета зрителей короче те кто нас смотрят и любят наше творчество и что на килограмм сколько цибули сколько перца у нас здесь два килограмма мы сделаем нам только сколько надо до 100 грамм перца а 200 грамм у нас здесь ровно пол кило так что чуть чуть меньше половины хорошо этот здесь 180 грамм так что добрую половиночку возьмем все ты лохмать это как надо я становлюсь на мясорубку завожу этот чудный удивительный мною любимый процесс их тыща начнется ёшкин ты кот а ты меня готов лучок я щас тоже буду его протихонечку прогонять на крупную сетку один раз правильно один раз достаточно он ведь я в своей жизни перепробовал столько короче он даже ездил куда ты ездил в непал сидел там годами короче размышлял как ему приготовить люля ну да размышлялся человек я не просто так говорю на самом деле как произошло наше знакомство подписчик наш приезжает короче липованчик ведь хочу к вам гостя юну забираем и у нас звери для всех открыты короче сначала заходят пакеты из них короче валит пар потом заходит андрюха открывая дарит давайте знакомиться а там вот такие люлятин елки ты палки я у меня аж мурашки короче ах ты сейчас тоже у тебя мурашки значит делаем это что по-настоящему от души ребята чтобы у вас так все получалось давай понеслась а Катюня, ребята, это не курдюк, не что другое, это именно сулугуни. Как ты пришел к этому, я даже спрашивать не буду. Я когда здесь буду иметь выходной, я тоже пойду в Непал, я аккуратненько пару лет там посижу отдохну. Заодно и научу. Пойду именно, мне нравится фраза «пойду». Люди идут к своей мечте, не едут. Не ползут. Не летят, а именно идут. Так что, ребята, идите вы в свой Непал. Так что, поехала зеленуха, кинза, обязательно. Давай ты становись, Марат Джан, родненький, эх ты, для тебя готовим на свадьбу, чтоб ты понимал. Не, у Марата с людьми все нормально, поэтому я рецепт знаю, давай там быстрее, там уже. Сколько вообще в Израиле гуляют дней? Он же сказал на две недельки, неделька уже прошла. Что, больше чем липование? У нас три дня гуляют, елки-палки. Эй, Израиль. Ай-яй-яй. Ты видел, как они там гуляли? Пипец, Маратик. Куча людей стоит, а кто-то из бутылочки в рот всем поливает, 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 разливает. Сужие люди подходят, и тебе начинают горлышком, да, танцуют девочки, какой-то парень берет, ей сует, короче, и она начинает пить. И не только девочки, и мальчики тоже, между прочим. Фу, ты елки-палки. Даже Марат. Ладно, Марат, ты шо? Света, нет, а может в Израиле герпеса не так что, что нет? Они не дотрагиваются до губ, а просто поливают себе эту ерунду? Да, ты о чем-то плохом думаешь. Хорошо, чтобы не поехали. Ты, наверное, просто не гулял никогда вот так вот в Молоке. Ты мне не до конца просто видео показала, ты показала, как вот это вот происходит момент, и все, и убрал. А мне дальше фантазия моя. Петрушка, укроп, кинза, правильно? И этих одна часть, а вот этих две пополовинки. Изя, слышишь, как поют? Да у нас так гости поют, что Изя бедняга не выводит, делки-палки. Ты шо? Короче, остановись, бомби-долби, я одеваю перчатки и буду мешать фаршу. Вот бальзам на душу некоторым людям будет. Мне, например. Ребята, специально для вас. Я их вообще принес сначала в видео, думал одеть. Ну, ешкин ты, кот. Забыл, как-то не стоят у меня руки на эти перчатки. Ой, какой неприятный звук. А шо ты? Ой. О! Как случается? А я, я как знал, взял еще запасную. Потому что у меня что-то левая рука больше, чем правая. Я просто, Катюша, долго тебя искал. Как у всех у людей, все, что парное, все всегда отличается. Я просто долго тебя искал. Не поняла, Андрюха, хоть ты молодец. А я даже реагировать на твои плоские шутки не буду, понятно. Катюня, это высокоинтеллектуальный юмор. Ага, сарказ. А не плоские. Не смотри, у нас тут нету черного перца. Как тут, а нету, ты шо, ешкин, ты гамарджоба, брат, раздвинь, лаваш, армянский, имеется, вах-вах-вах-вах, вкуснячий. Гамарджоба сюда же. Альберт, ты позвали? Давай мы что? Альберт, ты позвали на люля. Подачи, мы сейчас распалим люля, и Альберт сам случится. Смотри, и специй. Соль. Я солю на глаз. Хватит. Зира. Ребята. Вот так вот. Хватит. Что? Зира молотая. Кого? Катюша? А ну-ка, вылупи свои зеньки. Это уже помолотая. И, ребята, специя любая для мяса. Желательно брать у узбеков. Потому что, шо? Андрюха, зашел на привоз. Я уже, короче, у меня не хватает джентльменского терпения, когда меня перебивают. Но так как я джентльмен, я все-таки уступлю тебе место. Говори. Хотела сказать, что ты вот эту специю для рыбки, тебе там не знаю, сколько людей написали. С Израиля? Да. Вот та, что мы придумали для курицы? Да, да, тобою. Было, кстати, вкусно. Претензии ко мне или к людям, которые написали, непонятно шоу? Я просто подытожила. Катя, у меня есть такое чувство, которое тебе не дано, Катюня. Интуиция называется. Я посмотрел на специю визуально, вижу, что человек стоит лысенький в очках, улыбается. Но дурного не посоветуют. Я взял, добавил туда. Если у меня не было интуиции, Сереженька, то и тебя бы со мной рядом не было. Ты можешь я поаплодировать? Хоть кто-то может это расследить. Спасибо. А я думал, что любовь называется. Понял? У меня интуиция. Эх ты. Чайная ложка в моих руках выглядит вот так. Я договорил, что специя. Что ты там говорил? А я про любовь о вас вышла. А, брат Узбекистаном пахнет. Ёшкин, ты кот. Купленная на привозе, моими руками добавленная в твой люля, это получается шедевр. Так что я хочу тебе сказать, что мы уже с тобой что-то выиграли. Пусть только придумают этот чемпионат. Так, зеленуха крупно-средне-мелкорезаная. Правильно? Да. Так, из того, что замечательно, мы сюда хотели добавить, ребята, мы уже все добавили. Осталось только перемешать. Слушай, я всегда в шоке. Вот это взаимодействие зиры с кинзой. Ох, вот это аромат. Оно, оно, оно. А что это будет на костре? Это вообще просто песня. Блин, он выглядит так. Но ты, конечно, молчага со своим непалом, ёлки-палки. Я раньше думал, что... Ты работай, Серёжа, работай. Ты мне только что сбила... Ты, конечно, молочага со своим непалом. Нет, я не люблю, мне не надо подсказки. Я что, в суфлоре нуждаюсь. Выкопай себе, я бы сиди там, не подсказывай, когда мне надо будет. А я еще пока сам умею. Я решу, да молочага придумал, что сюда добавлять сулугуни. Он же делает и сочно, и вязкость, и вот это вот все время горячее, нежное. А еще во рту плавится, представляешь? Не, ну если кусать прямо с кастрата, будет плавиться. А если как люди, аккуратненько подождать. Еще, а, кстати, ну как же без интриги. У Андрюхи есть такой момент. Он вам расскажет, покажет. Дождитесь конца. Как правильно снимать люля с шампура. Боже мой, чего-то не хватает. Именно то, что ты приготовил. Чуть не забыли поперчить. Перчи по полной программе. Давай ты крути, он именно хорошо, но очень делает красиво. Хорошо так по-богатому. Ты делай, я буду вмешивать. Перца не жалеем. Перца не жалеем по-любому, именно хорошенечко. Чтобы это было очень вкусно. Что дальше по классике, мешок отбиваю в холодильнике. Приятно, так кто, Сережка? Катюша, очень приятно. Слышь баранина тут. Мне нравится перчик. Ты что, я думаю, что тут я роль играю. Чтобы ты понимала, я актер Гетни Фонтан. Поэтому я это все делаю по-настоящему от чистого сердца. Внизе не даст обмануть. Ё-моё, он уже... Ребята, я его еще не выбивал. Посмотри. Ты что, йо-йо прямо. Обалдеть. Андрюха, я уверен, что этот люля даже у детей получится. Даже у нашей Миланьи. Я его еще не отбивал, а он уже к руке просто прилипает. Ого, Сережка. Андрюха, держи. Сейчас я буду делать красиво. Короче, выгоняем в воздух максимально из нашего фаршика. А месить его надо, ребята, до тех пор, пока не будет вырабатываться белок. Это то связующее вещество, которое, в принципе, и держит люля наш уверенно на шампуре. Но этот момент с улугуни меня победил. Ты что, это ускоряет процесс в 3, в 4, в 5 раз. Просто уже без... Какое яйцо? Еще яйцо? Да есть специалистка вращается. Да нет, но я слышал такое, что и печенье кидают. Но это же не про нас, елки-палки. Ты что, какое яйцо? Все, это мы уносим в холодильник. Пусть настаивается. Правильно? А мы сейчас вынесем уже заготовленный вчера фарш. Ох, он уже отдыхнул, так отдыхнул. Андрюха. Давай, шило-на-мыло. И я таки, наконец-то, спасибо, ровно, это что за этот подгон. Елки-палки, я уже... Наконец-то. У меня аж чесалось и снилось мне этот стартер использовать. Я его уже зарядил. Сейчас проверим, как разжигается именно по-настоящему мангал. Так, раз, два, три, четыре, пять. Что, бахнем пять на пробу, правильно? Пустим дым аромат. Эх ты, а это уже полежало, посмотри. Катюня. А? Ёлки-палки, шедевр. Вот бы одним кусочком его запечь. Как? Как? В гриль засунул и все, и завтра приходи. Так, ладно, я уже сделаю то, что я хотел. Разжечь. Ух ты. Катюня, вот так вот, смотри, раз. И одеваешь. Все, не надо не махать, ничего. Вообще ничего не надо не махать, просто стой, жди, и в это время лепилюля. Чего же мы раньше таким не пользовались, Сереж? А потому что у нас его раньше не было. Классная штучка. Благодарочка, спасибо. Шикарный подгон. Ну шо? Катюша, иди сюда, здесь очень немаловажные моменты. Мастер-класс? Ребята, да. Ты что, человек с Непала показывает. Смотри, вода, холодная, со льдом. Вот так вот взял на руку. Да. Ты можешь немножко подвинуться? Ты так ко мне, к моему люля приглянула, что я даже не знаю, стоит мне сейчас жарить его и... Или тебя домой везти. Так, ты мне колбаску сделал? Нет, чё, большая оставь, нормально, всё, мы же готовим как есть. Ты умеешь, да? Люля? А что тут уметь? Главное, руку в воду макай. Ну, у меня бы не получилось. Катюша, ты не пробовала? Воду обязательно, потому что фарш будет прилипать к руке и отрывать его обратно от этого. Всё, Андрюха, мы вот так вот делаем, оставляем этот хвостик для твоего лайфхака, правильно? Всё, сейчас вот так вот раз, и жоп-то ему запечатали. Андрей так внимательно посмотрел. Скажи, толщина нормальная, как в Непале? А? Молчит, шикардос, да? Всё. А он никак к нашим шуткам привыкнуть не может. Здравствуйте, ребята, и вам салют. Хови-металл. Подарки передали, Пишон, и Патерина из Германии. Они там какой-то... Ребята, дамки, шон, бить, ты шон, я ещё не знаю, что это, но это мне по-любому надо. Обалдеть как надо. Ты шум, спасибо, ровно. Да-да, ай-яй-яй, случилось. Всё, Андрюха, лепи сам, у меня распаковочка. Ёлки-ты-палки. Эх, ты. Тихо-тихо-тихо, я ж разволновался. Не волнуйся. Ай-яй-яй. А потому что у меня, Катюша, руки. Помочь тебе? Уже поздно, они в Баранине. Всё, я справлюсь. Ты шо, какие? А ну-ка, тихо-тихо-тихо. Давай, слезай. Вот такие? Катенька, это как раз по твоей... Это депиляция делается. Это по твоей ресницы, ёлки-палки. Ну, ресницы мне ещё пригодятся. Да я аккуратненько две штуки, дай попробовать. А вно залазит? Короче, разберёмся. Немцы, благодарочка. Ты шо, сделали мне приятно? Обалдеть, какие чёрные. У-у-у. Шикардос, а? Вы же не просто подарки привезли, ещё что-то будете кушать. Всё. Мы вас увидели. Кебаб? Да. Можете не только по телевизору ещё и вживую посмотреть. Ты шо, шикардос, приземляйте, девочки. А я сейчас этим пинцетом буду вас кормить. Данкисом, биткисом. Ага. Вот это класс. Катюшеньки. Ты слушаешь, такие упругие. Я таких не видел. Никуся, можешь вот сюда на что посадить? Я отбиваю, как это, как гостей дорогих. Да всё будет нормально. Давай, договорились. Ты шо, а я как знал, что надо 5. А может сейчас 8, а может 10 сейчас делаем. А ты знаешь, что? А ну-ка, давай мне сюда язычок сводить. Катю, успокойте ваши шутки, ёлки-палки. У меня серьёзное мероприятие. Он так хорошо прихватывает. Без меня уже налепил здесь. Ты можешь там уже что? Уже нормально, всё готово. А ну давай, пошли. Как готово? Ещё надо пожарить? А, видишь, они такие длинные. Ребята, момент, потому что я не доделал ко мне немцы пришли. Ты уже хотел положить. Я это запечатлила. Я просто увидел девочек и растерялся. Думаю, ну не культурно ко мне гости пришли, а у меня люля в руках. Подумает, что-то не то. А что у тебя должна быть рука? Ах ты шо. Не, водичка, конечно, делает шедевр. Ребята, пока у нас будет разгораться костёр, вот это вот всё, вот эти пять заготовочек, мы закинем в морозильную камеру. Клайно? Вот так вот, это обязательно. Слепите в морозильную камеру? Да. Прямо шампурами. Позвони, позвони. Ты шо? Сказка, аккуратно. Позвони, позвони. Все, вот так вот волнами. Слышь, ах ты шо, один в один почти не отличить. Так, ты бомби, а я уже делаю, короче. А что ты делаешь? Я уже делаю, мою руки и буду нести его в холодильник. А наш костёр как раз уже вот-вот будет готов. Ах ты шо, шикардос. Смотри, шо мастер делает. Ты тоже как в Азербайджане, да, этот палец не трогает люля, да? Потихонечку. Вот этот, твой любимый. Азербайджан, случайно. Вот так вот. Они тоже в Непале, да? Красавцы. Все в Непале, ребята. И вам, тудой. Тебе буду наказывать этими щипчиками. Астап, щипцы. Ты шо? Кулинарно озабоченная. Чего, оладушки будут певорачивать? Да, это бекло, это бекло. Да, бекончик, там где-то блинчик подцепить, не знаю, там, карася за хвостик приподнять, посмотри, что у него там происходит. И шо? Шикардос? Так, я ушел в морозилку буквально минут на, да, думаю, 10. 5-7. Да, максимум 10, пусть он разгорается, дым идет, слушай, да, на самом деле приятное, благородное мероприятие. Песня? Слышишь, стартер уже под самый верх, короче, его прогрел. Обалдеть. А не маловато? Не, а я, ребята, это стартер. А здесь многовато. Ну, я сейчас добавлю, чтобы все было хорошо. Все, хватит для начала. Так, я убираю, чтобы на него не приземлилась. Договорились? Давай шампурики сейчас аккуратненько вот сюда, на казанчик. Он сегодня выходной, но шампура подержать может. Все. Сейчас ждем уголек зацепился. И шикардос. Не парить, Сережка. А он и не должен парить, можешь еще его не пожать для? Не, ну я думала, знаешь, как из холодильника. Да не, он там был на чуть-чуть, сколько там у нас там огонек разжигался, там 5-7 минут, там 10 потолок. Красивенько. Да, фарш, когда холодный, в принципе, это не обязательно, это такое себе. Ну, лишним не будет. Излишество, да? Ну, видишь? Вспотел? Ага. Ага. Там, где канава городская под слободкой, на вечер был, я приглашен одной молоткой. Теперь не помню, даже улица какая, но в том дворе была собачка очень злая. В квартиру я вошел, совсем уж потемнело. Ну, а собачка вдруг пустить не захотела. Кто я такой? Вон, а меня и не спросила. Да только сразу вот за ногу укусила. Я поднял крик, и тут сейчас же скоро бежит хозяйка и кричит, ловите вора. В руках держала она длинную дубину, и с ней знакомить воно стала мою спину. Ну, что там, а там разберемся, да? Да. Ты что, только поставили, уже началось. Андрюха, это шедевр. Посмотри, Катюня, елки-палки. Прямо аж, короче, есть моменты там, где сыр уже проявляется. А? Ты думаешь? Да я не думаю, я вижу, иди сюда. Да ты стоишь там, как это, елки-палки, что припаркованное. А у вас тут так жарко, Сергей? Ну, это же люля, елки-палки, оно любит температуру. Тут самое главное, не трогать его раньше времени в первый раз, дать возможность хорошему огню запечатать корочку. Вот первая корочка взялась, вторая корочка взялась, все. Потом дубина, и все готово. Не, а так-то красиво, сочно и мощно. Смотри, и перчик там просматривается, и зеленуху видно, все, что надо. О, ну, соус, ты мне обязательно расскажешь, уже даже не мне, а уже это миллионная аудитория, которые хотят соус, ребята, бесподобные. Готовится легко и просто, но ингредиентов там, а мама дорогая, легко и просто. А вдруг рассказывал? Что, на ребро кидаем? Давай. Там у вас уже 2, 1, 3, так что. А, заказы? Да. А я тебе лучше не попробуем, короче, и давай еще, чтобы 100-200 лепить. Потому что это сейчас для людей, а мы потом попробуем когда-нибудь. А с другой стороны смотришь на людей и думаешь, все надо на тебе пробовать или не надо. Так, Андрюха там дожаривает, а я сейчас аккуратненько распечатаю. А мой любимый, вы что сделали? Катюня? Тут все твое любимое. Кроме курдюка. Какой же это люля с бараниной без курдюка? Да нет, я курдюк уже научилась кушать. Ну так, а что это тоже милая. Научили вы меня с Маратом. Ну да. А в голове сирнула вот это вот. Да, да, да. А потом, а, баранина, баранина. Баранина моя любимая. Так. У тебя тут прямо. Прямо постель? Так, этот соус зашифрованный, но нереально вкусный. А, Андрюха, ты меня, короче, этот удивляешь люляхой. А я тебя... А, нет, короче, подождите, я начал говорить, но не договорил. Короче, Андрей меня люля и хотел меня удивить наш рабом. Смотри, твой красивый, а я тебе сейчас дам попробовать вкусный. Я его как зеницу ока берегу, Катюня, дай, пошукаю. Ты когда-нибудь пробовал наршрап турецкой бабушки? Нет, конечно. Дай руку. А ну попробуй. Ты просто поймешь, что такой наршрап настоящий домашний, купленный на базаре у бабушки, хендмей. А вот у магазина это такое, как я говорю, красивое. Вкуснятина? Это бесподобие. Эх, ты. Так что сегодня выделим. Ты что, очень вкусный? А, как это? Мы поехали на следующий год в Турцию, и его уже не было. Так что планируем опять когда-нибудь съездить, вот чисто за наршапчиком. Такого даже у бабушек очень-то, а ты что бы это словами не передать. Что же, можно снимать? Какой он вкусный. Так, сколько у нас там? Ну, из-за того, что я слышала, то три точно уже. Три заказано или пять, сколько здесь их. Давай я пока готовлю на три. Сейчас я здесь по бегункам посмотрю. Процесс пошел. Ну, ты прям такие постельки сделал, точно. Катюша, ну так нуля и делаю. Ты сейчас увидишь, как Андрюха его снимает, и ты поймешь, что вот в этом есть именно момент, которого надо было дождаться с удовольствием до конца видео. Что ты говоришь? Ничего. Какая-то фишка специальная, как снимать надо. Да. Я думала, только одевать надо. Скажи мне, как у вас там в Непале снимают его? По времени, по градусам, по состоянию ощущения, вот так вот, как в Америке тыкают на палец, медиум-шмедиум, нет? Или интуитивно, как я, карася? Во. Во. А, никуда я не еду, я уже был в Непале. Да. Просто я там учился карася жарить. Да. А я думала, в келье. Ну так это и есть Непал. Липованский. Пару минут. Просто это, Катенька, ну ты здесь, в дыму тебе не видно. Вот здесь немножечко аккуратненько мясо, потому что крупнорубанное разрывает, но его сдерживает сеточка из жира и сулугуни. Просто мне там очень горячо снимать, Сережа, поэтому я вас буду издалека в дыму вот так вот. Сымай. В лучах солнца, в ароматах люля-кебаб. И в кепке от Алины Маши. Не, ну очень красиво, да. Да. А это мне, мы вчера к Алиночке заехали, Алиночке целую ваши ручки. А дает кепку, я говорю, что еще одна, Серега, это твоя старая. Такая. Вот так, что, когда у нас шандарахнула с Маратом масло, когда мы казан это готовили. У меня вся в масле была Алиночка, так ее отлохматило, что как новая. Ты грубиянка, ну его в бане. Просто там такая пимпочка, что грех ее не нажать. Без слов. Что, давай попробуем, или еще рано, или уже, а? Тыкаешь, тыкаешь, и все лучше и лучше, да? А, я понял, это когда ты, именно люля, тыкаешь, тыкаешь, а тебе все лучше и лучше, да. Блин, ну течет именно, хорошо потеет. По-настоящему. Так, ну можно снимать. Да, стоп, стоп, стопулечки, что тебе надо? Нож или перчатки? Молчит. У меня щипцы, что тебе надо, скажи. Смотри внимательно. Он вытирает, да? Да. А что вытирает? Кончик своего люля. А потом? А потом смотри. И что, тебе нравится уже? Почти. Что ты готов снимать? А ну-ка, не торопись, покажи это людям. Катюша, смотри. Вот он его загоняет вот так вот, на самый кончик. Все, и подержи немножечко. И вот теперь этот шампур дожаривает его аккуратненько изнутри. Да ты шо? Отойди, я начинаю делать красиво. Андрюха тут лучок замариновал. А не надо разрезать его? Кого? Да пусть люди сами режут. Все, вот так вот его укрыл постелькой. Леночка, забирай. Леночка, забирай. Леночка, не кусочка, забирай. Так, первый пошел. Давай немцам данки шум битышон, пожелай. Вот сказано, сказочная красота. Прям полный рот слюни. Катюша, подожди, то хватит тебе, не переживай. Я не переживаю. Первая самая главная. Сколько фарша заморочились. Гостей. Так, бомби дальше. У меня две сразу. Тебе две сразу. Хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Хорошо, я это знаю. Хорошо. Все будет хорошо. А я, люля, тебя лишь обожаю. Я обожаю. Катюня, посмотри. Ребята, вы понимаете? Ты уже пустил ход? Да я не пустил ход. Это не люля, это именно какая-то, я не знаю, колба для анализов. Ты понимаешь, сколько там сока? Ты шо? Сока просто не вкусненько. Давайте колбу. Да, держи колбу, это неси. Без сестричка-то наша. Эй, подожди, яй, брат, тарелки надо. Убирай в сторону, все, ты иди, давай сюда. Эй, понеслась. Лена, дай тарелки квадратные поселки, да сколько? Раз, две, 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 две недели. Дай побольше, пожалуйста. Ай, загуляю. Так, шоу-ня, три, у нее, две, у нее, тарелки несут. Сейчас пусть скажут, сколько она... А, ты же не сделал то, что я хотел. Кому люля унесли? Девочки, люля у вас? Тихо, я же вам забыл то, что Андрюха хотел своим этим соком помазать. Фирменным. Да, это такое, что ни у кого в воде с ней. Кому еще люля отнесли, не помните? Кому она люля отнесла? А, вон я вижу. Опля. Позвольте, я ваш лаваш раздвину. Я вам забыл сделать еще вкуснее. Вот так вот, все, но я же не забыл. Так, и ваш, аккуратненько. Ну-ка, это наршапчик. Здравствуйте. Турецкий, ручная работа. Купили у бабушек в Турции. Так что, в Одессе ни у кого такого нет, приятного аппетита. На здоровье. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Продолжаем дальше. Великолепно. Что у нас два, короче, что нашампуриваем дальше, да? Скажи мне, а девочки, это все под заказ? Или мы можем попробовать искать людям до свидания и кормить дальше, как мы обычно любим? Андрюха, высовывай этого сюда. Андрюха, мастер, можно я, с вашего позволения? О, как он ж ворчит. Я аж вибрацию слышу, слышишь поэтому? Опача. Это, короче, нам на попробовать. А, я ж хотел, ты сейчас увидишь, за что я говорил. Вот это варенье, вот это варенье гранатовое. Вот сколько мы их в Одессе не перепробовали? Аналогов нет. Вот именно вот то, что это, это просто какой-то шедевр. А, ну, что у нас тут получилось? А, ну-ка, дай. Катюля быстрее снимаю этот сок, потому что, аааа, горячо и очень вкусно. Так, шо, где шо, соус есть? Короче, я даже не знаю. Вот так вот, по-домашнему, как я люблю, правильно? Руки-то у меня чисто, я их влюля, я их влюля помыл. Дай, подругать. Спасибо. Давайте пробовать, пока не остыл. И дальше будем готовить красиво. Эх, ты, пинцет. Пока еще не заслужила, да. А, соус у нас есть. Короче, маэстро, бери. А я оторву кусочек. Вкусно? Очень. Как ни странно. А шо ты от него еще ждала? Чего? Ребята, это бесподобно. А я вот так вот немножко по-армянски, грузински. А? И прямо чуть-чуть твоего соуса. Я просто очень люблю духо-шаурму. И любой лаваш и мясо в моей руке. Да никуда оно не будет течь. Такое драгоценное, что его нечего терять. Вкусно? Катюша, это не люля, это какой-то бубль-гум. Гум. Просто ты жуешь, а зубы пружинят обратно, понимаешь? Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Очень приятное мероприятие. Спасибо огромное. Берите, берите, Андрей. Шедевр, доедай. Ты бедный. Что ты выкинул? Люля выкинул? В салфетке? В салфетку в рот люля выкинул. Ой, сережка. Эх ты, маэстро. Короче, друзья, кисти души с хорошим настроением для вас сегодня. Для себя узнал. Простой, элементарный и необыкновенно дубовый вкус. Я имею в виду по консистенции. И очень вкусный. Шлейф такой, Катюша. Я попробую. Ты будешь мне специально попросить, чтобы я зубы не чистил. Чтобы я всегда с тобой такой целовался, да. Очень вкусно. Мэстро, благодарю. А те души с хорошим настроением для вас готовили люля-кебаб. Одесский репован и Андрей с Непала. Короче, мастер спорта. Всем пока-пока. Чао.